Сергей! Давай быстрее крути! На пробуждение фонтанов после зимней спячки рабочим отведено две недели. За это время предстоит провести ревизию насосов, заменить цальники, отремонтировать подсветку и отогреть водоводные трубы. Не меньше хлопот доставляет отколовшаяся плитка и грязные чаши. Несмотря на такой объем работы, подрядчики обещают запустить все 12 фонтанов 1 мая. Здесь схема. По схеме выставляешь, то есть в правильном порядке надо клапана подключить и световые лампочки и все. И она уже сама в режиме работает, включается. За пробным запуском наблюдают не только рабочие, но и прохожие. Они, словно чувствуя скорый пуск воды, обживают пустующий вокруг чаш скамейки. Проводим здесь очень часто время. Здесь рядышком у нас детский сад, занятие маленького. Ну и неподалеку живем. Приезжаем сюда, отдыхаем. Ребятня бегает. Ну и красиво, когда вечером включается подсветка. Сейчас подготовительные работы ведутся на всех фонтанах города. Там, где пробный запуск уже прошел, насосы работают в наладочном режиме. Максимум на 30% от своей мощности. Первомайский запуск будет синхронным. В данный момент, как бы, сейчас уже где-то процентов на 80 уже происходит монтаж. Где-то уже в каких-то фонтанах уже происходит пробный запуск, обрисовка, настройка. Городские фонтаны будут работать до 1 октября. После их ждет консервация и очередная зимовка. Иван Курницкий, Александр Мокин. Новости сейчас.